В 1997 году, то есть сколько лет назад? Ой, 25 лет назад отпраздновала... Нет, почему 25? 35 лет назад? Нет, 25 лет назад отпраздновала свой 2500 лет. Значит, сердце Хивы, как он правильно сказал, является же учужиной Харимского оазиса и объявлен ЮНЕСКО памятником всемирного наследия. Согласно легендам, вот пускай тут колодец у нас с тобой остаётся, он даже про колодец легенду не расскажет. Надо же почему-то легенду рассказать. Согласно легендам, город основали по приказу Сима, сына мифического Ноя, строителя Ковчега, семью которого Господь спас от новоймения. Его возвели вокруг колодца с водой необыкновенного вкуса, что и дало жизнь ремесленному центру и древнему Узбекистану. Еще 15 лет назад здесь была отличная вода, здесь засоление почвы идёт. Сам колодец сохранился и находится на территории крепости Чанкала. Название города по преданию, ну ты поняла историю колодца, сейчас он находится в личном доме, который закрыт, хозяева не появляются, он находится на дворе и не работает. Также возникла вот эта Хайвак, Хайвак, как хорошо, какая вкусная вода. Долгое время Хива называлась именно так, Хайвак. Хива изначально не была столицей Хаверной. Историки говорят, что в 1598 году Амударья отступила от прежней столицы Бургань. Амударья, протекая по территории Хаса, падает в Каспийское море по старому руслу, известного как Узбой, снабжая жителей водой, а также обеспечивая водный путь Европы. Неужели такая Амударья? В течение веков Элька радикально меняла свой русло несколько раз. Последний поворот Амударьи в конце 16-го века погубил Гургань. Я думаю, почему никто не ходит мимо двери вообще? Тут никого нет, мы одни во всей гостинице. На расстоянии 150 метров от современной Хивы недалеко от до 7-го пункта Куня-Ургенч, территория Туркмении. Что? Ничего себе. Элька радикально меняла свое русло несколько раз. Последний поворот Амударьи в конце 16-го века погубил Гурганч. Как-то погубил Ургенч-то существо. На расстоянии 150 километров от современной Хивы, недалеко от населенного пункта Куня-Ургенч, А, Старый Ургенч, территория Туркмении, уже территория Туркмении, у меня Ургенч. Что означает Старый Ургенч, находится в районе древней столицы. В 1511 году Кива вошла в состав государства, управляемого в узбекской династии Шейбанидов. Мы про них с тобой читаем. В 1598 я дату не запоминаю. Город впервые стал столицей Хивинского фанства. Он являлся маленьким укрепленным городком, имевшим к тому времени 20-ти вековую историю. Ничего себе! Хива. Статус столицы окончательно был закреплен за Хивой при Абу-Гази-Хане. После этого в русских письменных источниках государства стала часто называться Хивинская хан. Однако в официальных документах и на монетах оставалось хорезно. Понятно? Хивинское ханство – это и есть хорезно. Хива была одним из городов древнего хорезно, который представлял собой крупное государство, расположенное на западе Центральной Азии и Южноярельскому. Согласно археологическим данным, Хива была основана более 2,5 тысячи назад. Древности была известна под Сакским. А кто такие Саки? Посмотрим. Под Сакским названием Хивак. Это же Сим сказал. Сведения письменных источников об основании Хивы чаще всего легендарны. В них появление города связывают с именем библейского Соломона. А по другим версиям, ноя, легенды о Хиве попадали в очерки русских и европейских путешественников. Истории внешней облик города всегда удивляли не только путешественников, но и его завоевателей. Эти истории порожденные бытовавшими тогда теориями военных и некоторых ориенталистов. Мирен, ориенталь, меригиональ. Миригиональ. Это так потом. Как же будет юг? Как будет юг сына? Ориенталь, меригиональ, септригональ, север, по-моему, септригональ. И юг будет. А как будет юг сына? Сейчас посмотрел. Вот это насколько будет южный название. Человек не носит, а никому в данный щеку. Ну вот, у них тут целый лист синонимов. Мирен, остраль, антарктики даже. Астраль. Нет, нет. Миригиональ, север. Миригиональ, это запад. Ориенталь, восток. Миригиональ, юг. Септригональ, как? Миригиональ, юг? Да, а ориенталь, восток. А как будет запад? Оксиденталь. Оксиденталь и септригональ. Септригональ, да? Септентриональ. Как? Септентриональ. Септентриональ. Да, или бореаль. Бореаль, бореальный, борея, да? Это север. Да, это греческий такой. Австральный, бореальный. Септригональ. Как хорошо находиться. Все у нас оригинально. То, что мы, что еще было оригинального, а то, что мы, я смотрю. Так. Ну, так. Хорезон. Вот, вот. Хорезон. Управляла. Так, смотри. В своей истории. А. Истории внешнего угла города, Хивы. Всегда удивляли не только путешественников, но и завоевателей. Эти истории, порожденные бытовавшими тогда теориями, значит, ориенталь, оксиденталь, окси, окси. Окси, так что такое окси? Это шесть штук. Оксиденталь. Септриональ. Септриональ. И меридианаль. 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 В таком виде попали так. Свои истории. Ну, короче, все. Истории с легендами. Как можно такое дорогое прошлое, чтобы было не легендарь? Не легендарь. А, значит, в своей истории город пережил Ахименида. В заболевании периода расцвета, когда границы древнего Хорезма простирались до Калхиды, до Брузии. В 305-1995 год Хорезма, в состав которого входила Хива, управляла династия Афрегидов. Ужас какой-то. Афрегиды. Вазомар. Какие династия Афрегиды, Вазомар? Откуда такие имена? Вазомар какой-то вообще грузецкая. Общепризнано, что Афрегиды исповедовали харизмийский вариант зароастризма, вплоть до исламизации при Абдуллахе Ибн Турксавасе. В мусульманском влиянии Хорезма в 712 году подчинил Кутейба Ибану Слину, мешавшийся облаками Междуусобного войны. Предполагают, что у правителей харизма сложился кунт богини Ардависсуры Анахиты. Изображение Симова встречается на манере. Кунт, это что, языческий кунт харизмийцы. А, видишь, хоронили кости у нежных в асуариях. Как и все эти вот эти зароастрицы, они на башне смерти складывали тела, там их, эти тела, клевывали до костей полностью птицы, помнишь, сына? И они их клали в асуарии, правильно, которые помещались в наусы, типа мавзолеев, ну, типа вот этого, колумбария. Хорезминай, и на многие десятки разнообразных асуариев. Среди них древнейшие, в Средней Азии, в Сассанинском Иране, в Сассани, да, химинейтой. Ой, слушай, какое иранское влияние. Это, конечно, здесь иранцы. Напиши, сына, ой, спроси диаспора, иранская диаспора в Хиве. Напиши иранская диаспора в Хиве. Как его Раджа Павли, София, Соня, это Мариан и Соня, ее сестра, может, подруга. Ну, мне как по отношению с трудом всякой работы начну, все, буду задыхаться. Нашел? Чего искать-то? Да. Нашел? Диаспора иранцев в Хиве. Хоп, и дальше что? Вот они пускай скажут, откуда они, с каких. Они, наверное, оттуда с оккупацией с Сассанинским Ираном остались здесь воины. Он прям типичный иранец. Внешний все такой красавец. Нет, по всему миру, но все кроме Хивы. Да ты что? Она сказала, что они живут там уже 200 лет. В интернет они о себе не пишут, наверное. А, наверное, поэтому нет информации. Так, хорошо. В Сассанинском Иране, где зороастризм был догматической религией, почти не обнаружено Асуари и Фунаусов. А как это понять? Почему? Раз он был догматической религией, что такое догматической? То есть чисто формами. На самом деле там что было? На самом деле там был ислам. А зороастризм был просто догмой. Ну ладно. В 10-11 веках Хива была одним из самых просвещенных городов в Европе. На ее территории действовали храмы, обсерватории, центры науки, которые сохранились по сей день. Так, в 1220-м город захватил Чингисхан, который во время пребывания в Хиве разрушил множество памятников древности храмов. По сути, город начали заново восстанавливать с 13 века. Хивинское царство, столица которого был город Хива, ходило в тронку богатейших известных хан Средней Азии, а мы знаем какие, Бухарская, Каканская и Хивинская. До исламизации в 712 году Хива была центром зороастризма в Средней Азии в 712 году. Как это в 712? В 712-м что, нашего века? Уже была исламизация что ли? Уже был Мухаммед, да. Из известных людей, проживающих в городе в разных городах, можно назвать Мухаммед Аль-Харизми, вот это Харизм, из Харизма. Аль-Харизми, Аль-Харизми, Аль-Харизм, он придумал Аль-Харизм. Аль-Харизми, Наджмеддин Кубра, вот это мы на улице с тобой, Наджмеддина Кубра, поэт Аль-Кубра и выдающийся юрист, врач-философ Шихаб Аддин Агусаид Ибнэмран. За все время существования Хивы город, служивший привлекательным местом не только как Центр науки и искусства, но и как военная крепость, захватывали тот Саша Малкедонский, тот Чингисхал, Дуамир Тимон, Акутейба и Муслин, кто-то такой, что-то такого, я не знаю по кого. Внутренний город, сердце Хивы и Чанкова, плотно застроенный, поэтому достопримечательность Хивы расположена компактно на небольшой территории. Большинство строений Чанковы сохранил первозданный облик, вымощенные камни-молочки, мечети-миноветы, медресейки, как будто находятся в 16 веке. В город можно попасть через Адди, не из четырех ворот. Бахчадар-Ваза, мы с тобой видели только восточные, западные, южные и это на ремонт. Ададар-Ваза, главные ворота Чанковы. Были построены в таком-то году, разрушенные тогда, и про них рассказы Саташи. Так, восточные ворота. Историческим данным, работорговая всегда процветала в этом регионе. Известно, как ворота рабов, не ворничьи ворота, так как именно здесь проходила работорговля в определенном месте. В 1873 году, во время взятия русскими войсками Хивинского ханства, в городе находилось 10 тысяч рабов. Проходя через Паван-Дар-Ваза, можно увидеть мраморную плиту с надписью город Хива и даты постройки. Похиджи. Это лунный календарь, да? 1800. Так, в названии ворота получили в честь местного Павла Махмуда, который, ну не только был, богатырь Махмуд, который со временем стал шляпшим покровителем города. Это богатырь. Вот он. Он святой покровитель Кивы. Павла Махмуд. Махмуд запомнил. Ворота оформлены в виде арочного портала. Ване это, это. Ване это. Ну ладно. Мы видели такие вот, которые сбелены, боковых, разполагали торговые. Везде торговые ворота. Шахри Хива, правильно, там это написано. Знаете, ворота было так, над преступниками, ой, такие ужасные, там невольниками торговали и казнили вот этих ворота. Южные. В настоящее время в реставрации южные ворота. И северные и южные ворота в реставрации. Первое, что мы видим в Хиве, трипосные стены Чанканы, редкостно сохранившиеся до наших дней, как образец средневековных фортификационных сооружений. Стены были сложены из набитных блоков церкового плова. Весота 10 метров. Снаружи, через каждые 30 метров, выступает массивная округленно-граненая бронительная ворота. Ну все это видимо. Все длина, ширина. Так. Система бронительных креплений входили наполненные водой рыбы. На дно и то же у всех крепостей. Так. Северо и запада, на их месте проложены сейчас асфальтированные пули. Вся система обороны должна была производить впечатление неприступности устрашающими. В систему обороны входили крепостные ворота. Так. Прорезая часть была покрыта, перекрыта либо сводом, либо если проезд длинный, куполами. А по сторонам проезда имеются также купольные помещения, где находился караул, таможня, суд, а иногда и тюрьма. Застройки позднее феодального города отразились в его социальной структуре и духовной жизни харизмейцев. К концу 19 века город обрел своеобразный, в то же время чисто среднеазиатский область. В пределах стены Чанкалы заключена почти вся архитектурная застройка, которая... Ну, короче, все понятно. Ага. Более древнее. Итак, казнь и тюрьма, это все понятно. Более древнее сооружение. Вороты ворота. Помните, так было, если бы нет. Пола, как глаза, здание вытянуто. Ну, понятно все. Более древнее. Цепочка шести куполов. И напряжение. Ага. Ну, все. Ужас. Вот это все прозападные ворота. Сажали нахол. Ужас. А схваченных беглых рабов прибивали гвоздями за уши деревянным створом ворон. Какой ужас. Последительство историка считает, что именно в этом регионе все так пышно предстала торговля. Ой, ну я ненавижу все это. Тюрьма и казни. Симметричным вот этим воротам. Ну, это вот не входные ворота, которые вот там вот мы с ними были. Ой, вот они эти ворота. Все понятно. Ну, все про ворота рассказы, про ворота. Южный главный въезд Чангалу фланкирован массивными кирпичными башнями. Внутри которых имеются небольшие круглые одни. А вставе дабы лестницы в душе пилонах. Вот такое мы видели с тобой южные вот эти ворота. Они сказали, что сейчас это... Сына, посмотри. Что-то такое было, да. Да. Они на реставрации были там. Мусор был строительный. И то же самое северное. Ворота. Ладно. Западные ворота, через которые мы входили. Восточные, это ужасные. Там, где казни были, сажали на пол. Тюрьма была, казни. И не более чей рынок. Это же ужасно. Это были восточные ворота. Западные ворота. Да. Да. Рыба. Ну, все понятно. Это ворота, в которые мы входили. На фото документов первым узбекским кеноператором и харизмским фотографом Кудайбергеном Дивановым запечатлен вид ворот, установленный до разрушения дворца Хаули в селении Ангари. Право отворот от Адабарбаса. Памятник. Памятник. Это тоже памятник. 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 Хире. Памятник. 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 А на регистоне Шердор, два льва, два тигра, рисуют они иногда. Если, говорит, не смотрит на это здание, не развернуто в сторону Кабы, то может. Арабские росписи декоративным почерком на столе, повествующие различные истории легенды жизни Амина Хана и его окружения, парадоксальны. Но завершённое здание Медресе уступает по значительности. К какому Медресе тут перешли? А, Медресе. Недостроенным по причине Гибелихана в военном походе Минария. Само название Кальто-Минор переводится как Короткий Медресе вот рядом. Соответственно, на это Медресе по причине его сдвешенности менее чем наполовину, весьма условно, тем не менее, окружающего легенды. Ну, в общем, опять про этого. Ну, короче, что он сбросил у вас 29, а еще 30 метров. Ну, говорят о легенде, то умер, то не умер, то сбросили, то не сбросили. Не понёшь, что. Фундамент сооружения заглублен на 15 метров, что соответствовало правильному плану возведения 80-метровой махины. Ширина, в основании, на уровне поверхности, ну, ладно, это не будет. Глазурованная капитальная реставрация. Кальто-Минор остается замечательным напоминанием о древней истории свободной истории об этой литине. Вот Куня-Арк, старая крепость, в точности соответствует этому и величественному сооружению в самом центре Киевска. История города начнется более двух с половиной тысячелетий. В 13 веке, это даже не иранских войск, когда они в 13 веке, многие первоначальные постройки были разрушены, а уцелевшие сильно пострадали. Масштабные реставрационные работы, тогда они уже реставрацией занимались после каждой войны. Чан-Кала, ну, в общем, короче, в 90-м году, после последней реставрации, была внесена в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Куня-Арк, Кахивинская крепость, Глухая стена Куня-Арк, Цитадель Хивыс, Куня-Арк, старая крепость, Куня. С 30-х годов, 19-го, 2001-го дворца Ташхаули, построенного Лакули-Ханом у восточных вороты Чанка, вот мы где с собой были, архитектура Харизмских дворцов, побрала в себя черты крепостной архитектуры, а также сельского и городского жилища, отработанного ГЛОН-Эволюция Щитаткина. Начало было тогда застройки Куня-Арка. Куня-Арк, помню я. Это Куня-Арк, это куда мы лазили на высоту, да? Наверное, да. Ну вот монетный двор там, куриные шхана, ханская канцелярия, гарем, диван, кухня, территория Куня-Арка, представляя собой неправильное прямое направление, север-юд, соль стены от города Куня-Арк, отделенные сутки, сердцовой стеной, средневекистый восточный. Восточные, восточные ворота, колодец, все это понятно про Хива. В другой рынке не город Хива в Узбекистане был заложен, а вот все. В общем, какой-никакой мы сфотали колодец, пусть будет. Помещение крепости Куня-Арка, ну вот правильно, вот это высокое там. Группировалось вокруг двориков, а дворики соединялись системой коридоров. Вход в крепость Балафоны-Барк, наподобил Палван-дар-Вар-За-Барк. В первом небольшом дворике ожидали ханского приема. Во втором дворе находилось 7 орудий с лафетами, а затем все это ханский сад. Мечети и прием. Так, взаимы пора. У меня понятно, все, где ты находил, и кем он там ждал. Ворота Ар. Почему-то мне написали, что здесь это. Ак-Шей-Губон, ее влюбленный старт. Ну, все это понятно. И действительно, это прекрасный наблюдательный пункт. Отсюда обозревается вся древняя Хива. Перед взором предстает город из настоящей восточной сказки. Небо пронзает вереница миноретов. Над плоскими крышами домов возвышаются пополам. А в заливе мечети, сверкающие глубины из ростца. Ну, понятно. Так, Курениш Хана в Куня. Курениш. Ну, все это понятно. Тут какая-то только эта стоит. А мы с тобой, у нас там ничего не стоит. Хивинский. Ну, это дворик, внутренний дворик. Дворик. В помещении открытого двора Ивана Айвановна. В большинстве комнаты в два этажа. Вначале ханская казна, хранящая рукописи. Комната отдыха хана. В середине двора Ивана Айвановна, где была сооружена юрта, которую хан принимал. А у нас просто было голое, круглые ступени такие, полукруглые. А у нас было голое место. А тут, видишь, сына, посмотри. На этом юрта стоит. Посмотри. На чем? Видишь, а у нас было же без юрты. А если там было одно место с юртой, ты не нашла, лабиринтю было. А? Лабиринт. Ну, это не такой же это. Не такой же ни внутренний дворик. Нет, это Куняк. Ашильбобо. Белый шейк или влюбленный. Так, ладно, дворик. А вот это дворики всего. Там, где, вне подолковатого. Так, монетный двор, Куняк. Это все мы с тобой прошли. Монетный двор, все это мы с тобой. Так, Ак-Шейк-Бобо, дозорная... Самая древняя дозорная вышка, это мы откуда съемки делали. Так, ну, иранцы на шекции делали, очень разрушены. Целы башни полностью лишены всякие люди, коры люди. И бастион аскетичен, напоминает людям об его обитателе в Великом Отшели. Вот он там, Отшельный вид. С момента построения до Туни. Так, здание все время принадлежало отшельнику Ак-Шейха Бобо, который был наставником шейха Мустава Вали. Вообще не зала. Вот он сначала хранилище Орошина, старинной хиринской цитадели Куняк. С крепостной двойной стене. Возвышается двухъярусная терраса Ивана. Здесь мы поднимся к Ак-Шейху Бобо. Вот оттуда и дело. Что там высоко за зубчаткой стен открывается отшельник, удалившись. И действительно, прекрасный обитательный пункт, оттуда обозревается вся древняя Хефа. Понятно, о чем Куринак. Так, ну ладно. Ну все это вот очень большой такой арк. Вот это вот. В северо-западном углу Куриной Шханы сделан выход из коридора ведущих горем. И находят монетный двор. Чеканили золотые и медные деньги. Вручную еще не было. Внутренний город Куняр-Кичан-Кала 30 гектаров. Имеет в плане прямогорный. А этот в Самаркан-Сити 150 гектаров. Граница Курина-Кичан-Кала была окружена мощной длинностью, но и мороз. Как они, смотри, расположены. Западные ворота Атадар-Вазан расположены у Кунярка, Ханк-Ханкской крепости. Прямо прилеплены к крепостной дереве. Северный Бахча-Дарвазан выходит на дорогу к Гурганчу-Кургенчу. Восточный, вот мы по ним из них выезжали. Восточный по лавам Дарвазан направлен к Хазараспу и реке Амудалье. Южный этаж Дарвазан, Пескам-Караконок. Ворота Атадар-Вазан были разрушены. И вновь Атадар-70. Вот Минарет-Жуманик 300 в рее. Ну, тут что-то далеко сделано. Существует легенда, что самый старый Минарет-Жуманик Чит был построен Минаретом. На месте еще более древней башни, остатки которой находят на Роскове в современное время. Основным облицовочным материалом большинства Минарет является жженый декоративный рисунок, сделанный при помощи разноцветных лазурованных. В восточной стене крепость примирается. Ну, а Монетный двор, ну, все это уже и рассказывает. Остальные-то, по слухам, наиболее древние из этих колонн, а вот, земляная тюрьма. Большинство помещений, к примеру, Монетный двор, Юмная Хана, доступны для высущенных туристов. Согласно имеющимся в среднем, большинство колонн вырезано из древесных стволов. 18-19 годов. Остальные были собраны, видишь, ты говоришь про колонны. Сын, ты спишь? А тут я слушаю. Остальные колонны были собраны из разрушенных средневековых сооружений. По слухам, наиболее древние из этих колонн были бы могли быть взяты из погибших, этого джума-мечей, погибшей в водах Амударьи, средневековой столицы Хорезма, города Кята. Вот там очень много. Четыре наиболее ценные колонны, которые красными были, установлены, как свидетельствуют вырезанные на них кубические письмена, по приказанию Фатиха Абу-Фадла Мюхаммаду-Ля-Асси, судя по письменам, это был щедрый благотворительный дар мечей. Ну, это мечеть в 16-м весна, в 1600. Минарет Саид Мияшири Кабаркай, пристроен к одноименной мечети, башня, ну, это минарет, наверное, Павлан Карин. Так, типа еще четырех колонн совпадает с типа, ну, тут вот даже написано, колонн мечети Баг-Бан-Ли. С надписями, почерком Насхи. Поздние колонны хорошо узнаваемы по цветочно-растительному узору хиринского. Общий их уровень обеспечивается разносотными каменными подушками и базами. Ниша, мехраба, ниша, ориентирующая. Ты наш этот сфотографировал? Угу. Жуа мечеть перекрыта ганчевым полукополом, по-гистому, короче, все это. А архитектуру никто не запоминает никогда, никакие даты не запоминают, только запоминают вот эту красоту. Сняты были из древних построек хиринского ханства и привезены, чтобы держаться на них. Жума уникально построена, она не имеет портала. К мечети есть доступ, с трех сторон можно войти. Вот там закрыты. Здание воспроизводит редкий Средний Азии тип архаического многоколонной мечети. Вообщество это просто деревянный навес над плотой. Потолок. Зал опирается на 213 деревянных колонн. Вот это все запоминают. Наиболее старые из колонн. Привезены из средневековой столицы хоризма города Киата. Четыре колонны с нанесенными надписями, почерком на схи. Повторы ее относятся, ну короче, все это вообще к древности. В потолке есть небольшие отверстия для света и вентиляции. Южная стена имеет салактитовые ниши, а справа есть мраморная табличка с указанием прибыли и поместь. Общий уровень колонн обеспечивает разновысотные каменными подушками и базами. Мешами храма джима мечети перекрыта ганчевым полукубалом по обе стороны. Ну в общем вот тут рисует. Мечейцы с именоведом несколько, в районе площади было много короче. Одна из красивых. В зале Пахлаван Махмуд. Одно из лучших, выполнено в традициях Парезовского зона. Пахлаван Махмуд был и он местным поэтом. Обладал не только даром поэзии, но и недюжиной силой и способностью к исцелению болезней. Его считают покровителем Пахлавана. Пахлаваны богатыри всегда почитались народе. И у каждого филача были свои легенды. Местная узкая традиция приводит в писание многих подробностей, связанных с жизнью и подвигом Пахлаван Махмуда, который был известным местным поэтом с корняком по профессии философом по духу. Имел способность к исцелению людей. Еще при жизни он приобрел признание широко известным далеко за пределами хиринского ханства. Особенно прославили Пахлаван Махмуда и его стихи, в которые богатырь воспевал мужество, честность, любовь к людям. Его называют харизмский харизм. Амар Хаян считается, что он автор более трехсот рубай, ну рубай, традиционных восточных четвероцитетов, любовно-философского содержания, который Пахлаван Махмуд прославлял земную жизнь со всеми ее горестями и радостями. Я обожаю рубай Амар Хаян. Рыба утку спросила, вернется ли вода, что вчера утекла? Если да, то когда? Утка ей отвечала, когда нас поджарит, разрешит все вопросы. Сказала, что славно жизнь прожила? Знать надо, но немало. Два первых правила запомнили начало. Уж лучше голодать, чем что попало есть. Быть лучше одному, чем вместе с кем попало. Так, считается, что хорошо. Первый из европейцев, установивший прямую связь между Пахлаваном Махмудом и автором начертанных над куполом Мавзолея Рубаятов, был венгерский востоковед и путешественник Армении Вамбери, который хорошо знал язык Фарси. Посетивший его во второй половине XIX века под видом странствующего Дервиша, стихи Пахлаван Махмуда, писавшего под седонимом Перьяр Валид, кроме тех, что были найдены на стену в посыпальнице, к сожалению, не сохранились. Харизмец много странствовал в корняжное ремесло, давал ему возможность зарабатывать на жизнь. Силачий Схивы, прославившийся с эвакатарской силой непобедимого борца, неизменно побеждал своих соперников в Альгинстане, Индии, Иране, Ираке. Только однажды он специально потерпел поражение, когда узнал, что его противнику в случае неудачи грозит смертная казнь. И он сдался ему. В настоящее время во многих этих странах сохранились легкие связанные с именем Палван Махмуда, богатыря Махмуда. А в Иране профессиональные борцы, прежде чем вступать в поединок с соперником, обращаются с молитвой покровителю борцов. Он не только покровитель пыли, покровитель борцов. Пахлаван Махмуда. То его Пахлаван, то Палван. Нет, Пахлаван. А Палван тоже богатырь. В своих хилософских исследованиях богатырь разработал понятие нравственности, в том числе как мужество и доблести. Он был одним из толков суфийского течения «Джавон Мардлик» – «Одвага молодости», основные принципы которого – щедрость души, милосердие, благородство, скромность и покорность Богу. По предаминам, поэт был захоронен в мастерской рядом со своим домом. После смерти его стали вычитать как пирог святого покровителя Хилы. Его скромная могила стала местом поклонения верующих. Вот мы с тобой сюда заходили, видели его надбород. Первоначально здание было скромными небольшими, но поскольку оно превратилось в полярное место для полой, вскоре были посольные. Так что на ногах у хилинского святого от них некрополи, правящих им грамот. Согласно гравировке на его каменных вратах Мазарет, Мазарет на использовании, ну все это понятно. Это все понятно. Ой, даже это все фотографирует, даже помню где. Как все это было. Мазарет Саида Аллауддина. Ну вот он. Вот по этим яхт поднималась. Святынь Мазарет, Каднайман, Грулья. Все это мы с тобой посмотрели. Сида. Дворец Ташхау. Главный дворцовый комплекс Хилинских ханов. Включает в себя несколько жилых кварталов. Гареев, зал суда, ханский покой, леса для переговоров. Дворец срос на протяжении восьми. Парк вообще бедность и мне не понравилось. Среди особенностей комплекса стоит упомянуть. Главный дворец Хилинских ханов Ташхаули. Дворец состоит из трех главных частей. Гарема, Мехмон Ханни. Приемы пешенства и Арс Ханни. Официально административные. Располагается самым роскошным внутренним декором. И это действительно. Построена Аллах Ханни. Лучшие зодчие были казнены по приказу. Ужас какой-то. Прямо какая-то кровавая история. Все это мы хорошо помним. Ислам Хаджан. Вот эта лестница. Куда ты пытался подняться? Сын, все кругом. Ладно. Все узнаем. Баня. Это бани. Ануш Хана. Все. История самушек. Идти Монакулли Хан. Вот. Торговля. Ага. Там, где восток, там базар. Там, где базар, там торговля. Монакулли Хан. Все хорошо. Все помним. Ой, все. Таки просто ракурсы не знала. Монакулли Хана. Ислам Худжан. Ну, при Ислам Хаджан. Понятно. Не присядно. Поним? Все понятно. Куча не присядно. Вот его кругом. Угу. Творец Мурлабай очень красивый. Угу. Это внешний город. Угу. Дешанкали. Вот есть и Чанкали, а есть Дешанкали. Угу. Внешний город. Там сохранилось до всего ничего. Системы разрушены, валюты разрушены. Угу. Только два будет здания сохранено. Угу.